Сколько можно кушать протеиновых батончиков на сушку? Охуярно! Но вы должны понимать, что... Что только генетик главный. Правда, ГОСТ в лечебнице для душевнобольных. Не верю в существование врачей. Я не могу назначить что-то человеку и понять, что он... Пиздит! Вот я думаю, что исследования не проводились на благоебах. Главное, не делайте его много, потому что можете впасть в ком и умереть. То, собственно, вы можете себя кого-то в сетской роде на свете, в таких вот дозировках, а работать не будет ничего. Спросите у Руслана, что в офисе генетик делала пачка протеина Праймкрафт. А я, знаете, не очень людям уверяю. Чем чем чемпионка Мухосранска и чемпионка Мухосранска в квадрате. Абсолютно бомжеватые товарищи, в обосорных квартирах живут. Иногда я киваю головой и... Хер с вами третий. Умный, умный и морной. Хороший вам, хер. Привет, друзья. Мы находимся в Польше. Мы для вас делаем практически уникальный, как вам вроде, этот ролик. Мы вроде бы еще ни разу не делали совместно. Ответы на ваши вопросы вы нам задавали их в Инстаграм, в специальных таких окошечках. А мы сейчас будем поочередно отвечать на вопросы. Мне вы, получается, задавали их в мой телефон. Роману. В его телефон. Но если у нас будут какие-то, на наш взгляд, крайне важные и интересные дополнения друг к другу, то мы будем дополнять друг друга крайне важными и интересными дополнениями. Да, все верно. Ну что, а Роман начнет, потому что я много сказал уже. Но я начну таких слайтовых вопросов, потому что здесь есть немножечко и по жести. По жести? Да. Принимаю ли я витамин D, какой и какая дозировка? Ну, какой витамин D, это, наверное, кощунство задавать мне этот вопрос. Жирростворимый. Жирростворимый, естественно, компания Genetic Lab. Принимаю я его в дозировке 5000 единиц с утра. А вообще, чтобы вам понять, какую дозировку вам принимать, профилактическую, либо у вас дефицит витамина D, вы должны сдать сам анализ на витамин D. И уже после этого, при консультации специалиста, вам должен, эндокринолог, да, если не ошибаюсь, должен назначить дозировку вашего витамина D. Просто так бездумно нельзя его тоже принимать, потому что переизбыток любого, в принципе, витамина ведет за собой какие-либо последствия негативные. Для организма. Ничего не могу добавить. Не разбираюсь, о чем он говорит. Не шучу, конечно, все просто, все верно. Чем вредны напитки, содержащие сахарозаменители? Ну, если, так скажем, упрощенно, то ничем. Ничем. Просто те, кто делают натуральные соки, должны ругаться на пакетированные. Те, кто делают продукты с сахаром, должны ругаться на сахарозаменители. Кто делают йогурты сладкие, будут у вас убежать, что это полезный продукт. Это йогурт сладкий, это шляпа с сахаром. Бесполезная херня. Что же все-таки может быть негативного? И когда их нельзя? То есть, вообще, можно ли их пить? Пить их можно. Полезный ли это продукт и нужен ли он вашему организму? Не нужен. Может ли он нанести существенный вред вашему здоровью? Не можно. А если мы будем говорить о стандартном замечании, что газировка оттирает монеты. Друзья мои, это под действием ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота, она есть в вашем организме, она, собственно, ваша ДНК держит. Вот. И это даст самых слабых кислот вообще в мире. Ну, и в вашем организме, и в мире в целом. Очень слабая кислота. Кислотность кефира в два раза выше, чем у газировки. Поэтому можете просто замочить монеты в кефире, оттереть их щеткой и кричать, что кефир разъедает ваш организм. Это, кстати, кислоты и врачей, которые об этом говорят. Сорян, ребята, но как есть. Дальше, углекислый газ. Вот он, как раз таки, да, у ряда людей вызывает там и отрыжку. Тут и есть рефлюкс сфинктера, желудка, вопросы с ним могут быть у человека. В общем, газированные напитки не полезны. Для большинства они вредны. Сахарозаменители непосредственно, если вопрос про них, что же они делают вредным? Если вы съедите килограмм сахарозаменителя, это точно будет токсическое воздействие на организм. Но понимая, что там находятся миллиграммы, в общем, ничего и никак повлиять на вас не может. Где же есть негатив? Я бы не рекомендовал пить сладкие напитки, содержащие сахарозаменители между приемами пищи. Потому что это будет вызывать скачок инсулина в тот момент, когда они поступают в углеводы. Вот тут организм, правда, такой, типа, а в чем дело, почему сладкое, инсулин, а где углеводы? Начинается немножечко, так скажем, неестественная работа поджелудочной железы. Я, к примеру, пью газировку. Но я всегда, если я ее пью, я пью ее во время или после еды. И тут я себя еще убеждаю в том, что кислота помогает переваривать пищу. Мне вкусно, мне это нравится. Я стараюсь, скажем, по возможности ограничивать. Поэтому покупаю, например, маленькие железные банки, чтобы открыл, выпил, кончилось, все, больше нету. Поэтому рекомендую никогда не покупать большие банки. По возможности такой вот совет мой. А так вот ответил, ребята, чем вредно, чем опасно, чем нет. Сахарозаменители. И они бывают тоже разные по своему, условно говоря, качеству безопасности. Но в целом все это проверено для пищевой промышленности и для безопасности человека. Но если вы можете не пить газированные напитки с сахаром, либо без сахара, не пейте. Это будет самый правильный, лучший выбор. Пейте чистую воду, комнату, температуру и все. Вот. Перед тем, как начать записывать видео, Руслан сказал, прямо отвечаем коротко. А что длинное это было? Все, я понял теперь, насколько можно коротко ответить. Я не такой подкованный, на самом деле, во всех этих вот всяких нюансах, биохимии и так далее. Поэтому я реально смогу на вопросы отвечать коротко, по-обывательски, так сказать. Но честно максимально. Но максимально честно. Эффективно ли ставить гормон роста круглый год или нужны перерывы? Тут можно просто пойти по очень простой стороне. Повышенный уровень соматотропина вашему организму, если вы занимаетесь спортом, нужен постоянно? Или бывает какое-то время, когда он вам не нужен? С точки зрения прироста, там, конкретно качественной мышечной массы, заживления, каких-то профилактические меры, там, после травм и так далее. Это нужно на постоянной основе. Что касается, вот, как я сказал, не профилактики, а восстановления после травм, я не знаю, насколько действительно действенно, но у меня есть несколько знакомых врачей, которые своим пациентам после серьезных травм, в том числе и у Руслана была серьезная травма, у него был полный атери в груди. И ему прописывал прям врач непосредственно терапевтическую дозировку гормона роста. Ну, ставит он больше? Нет, ну, естественно, ставит он больше, потому что имеет возможность, и ему задача была максимально быстро восстановиться. Вот, поэтому я ставлю уже гормон роста без отдыха на протяжении полутора лет. Постоянно ставлю его. Единственное, что я меняю, это дозировка. Когда идет этап массонабора, я его дозировку снижаю. Когда идет этап сушки, нужно лучше восстанавливаться при условии, там, дефицита калорий и учащающихся, так скажем, энергозатрат и плохого сна и так далее. Нужно просто лучше восстанавливаться, поэтому дозировку я повышаю. Поэтому, если у вас цели спортивные, можете ставить круглый год. Если ваша цель реабилитация, то до того, как вы полностью не восстановитесь после травм. Ничего комментировать, потому что все все хорошо, а мои добавки превратят в любой ответ, любой ответ просто в бля. Короче, я прямо сейчас это, прямо сейчас я выдам несколько, коротко. Что делать с низкой амилазой? Проверить состояние организма, в первую очередь, печень. Там есть и другие факторы, которые могут влиять, потому что амилаза низкая. Но вот, скорее всего, раз вы, я вижу, по аватарочке такой человек накачанный, с печенью у вас в данный момент, возможно, серьезная борода. Займитесь печенью. Что такое амилаза для тех людей, которые не... Один из показателей крови. Один из показателей крови. Ферментов, да. Привет, чем полезен рыбный жир? Тем же самым, что и рыбий жир, и те, кто пытаются активно использовать рыбный жир, слово, для продвижения своей продукции, являются долбоебами. Вот. Рыбий, рыбный, это вообще одно и то же. Не существует научного такого термина, не существует в таможенной базе таких вещей. Это просто херня. Бывает происхождение рыбьего жира из печени, либо из мяса, из мышечной ткани, но называется он, как вам понравится. Это не обязательно называть его вот именно рыбным, такого нету термин. А полезен он огромное количество функций, улучшает текучесть крови, обладает воспалительными эффектами, ускоряет заживление травмы рану, улучшает липидный обмен, работу мозга, состояние волос, ногтей, когтей, суставов, улучшает работу печени, кровососистемы, чистит ее, влияет положительно на ваш индекс атерогенности, снижает риски тромбообразования, повышает уровень полезного холестерина, снижает уровень вредного холестерина, увеличивает текучесть. Общую холестерина, улучшает работу мозга, вообще помогает останавливаться всем тканям вашего организма, улучшает работу гормонов на ваше тело, так как ваша клетка вся является липидом, липидная оболочка жировая у любой клетки. И вот она вся из жира, а у нее есть такие окошки, дырочки, через которые все ходят. Вот эти дырочки только из омега-3 жирных кислот состоят. Если у вас омега-3 не хватает рыбьего жира, то, собственно, вы можете себя колоть все птироли на свете в таких вот дозировках, а работать не будет ничего, потому что кто-то вам. Конченый, тупой, вообще просто даун. Блогер сказал, что спортпик не работает, а рыбий жира вообще пить не надо. Очень много сейчас таких, кстати, имеется. А клеточек в вашем теле я хотел бы сумочить, я не помню. Ну цифра очень большая, ну представьте себе. Триллионы. Охуярд. Просто есть очень такой компетентный врач, Золотарев его зовут, фамилия его, да, и он как-то в своем семинаре сказал, что если вы хотите, чтобы на вас действительно хорошо работал экзоген и тестостерон, принимайте омегу-3 в повышенных дозировках. Поэтому те ребята и те, кто пропагандирует вопрос, скажем так, нужности или ненужности добавки омеги-3 в вашем рационе, тут в принципе можете сделать выводы сами. Нужно. Правда, ГОСТ в лечебнице для душевно больных. ГОСТ, чтобы вы понимали, это Гостюнин, Игорь, это бывший тренер команды или джим-арми, когда она у нас была, очень быстро она распалась, но тем не менее. Вот, и последнее время... Расформировали армию. Все на этот ушли. На демпель, да. Вот, всем военники раздали. В общем, по существу говоря, что ходит такой слушок сейчас, в последнее время у него его поведение очень было неадекватное, то он там криптобог, криптогангстер, то он собирается там нью-йоркские биржи просто криптовалюты нагибать-загибать, у него там просто, если честно, были такие наполеонские какие-то планы. Ну, просто я смотрел эти прямые эфиры, где он это все говорил, и понимаю, что у него немножечко кукухан уполз. Потом ситуация с Гостюниным, ситуация с моим видео, где он мне записывал там голосовые сообщения. А кто у нас тут голос-то, блядь? Кто-то у нас пищит-то, ёх ты, Ромка, пиздюх-то наш мелкий, блядь. Проснулся, иди-ка ты нахуй, блядь, пососи-ка ты свой хуй. Ну, еще яйца можешь облизать свои же, блядь. И, кстати, заодно я тебе могу, кстати, подсказать номер хирурга, который удалит тебе нижнюю пару ребер, блядь, чтобы тебе удобнее было сосать свой хуй. Это твое занятие пожизненное, блядь. Говно ты неблагодарное, блядь, говнище ебаное, тебе все помогали, а ты всех кидал, блядь. С койки на койку, блядь, от тренера к тренеру, блядь. Вот ты что за спортсмен, блядь. Гниль ты нахуй, самое настоящее, блядь. Этот, блядь, запечный таракан, блядь. О, ёпты, вот твое, блядь, сука, имя, ёпты, запечный таракан, вот это ты, который сосет свой хуй вечно, блядь. Ромка, нахуй. Голосочек, блядь, подал, нахуй. Все в жопу себе запихни язык, блядь, чище будет, ёпты. Хотя будешь молчать, нахуй, и не вмешиваться во взрослые игры, блядь. Пиздюк, блядь, мелкий рот раскрыл, блядь. Тебя, что ли, в интернете поразъебывать, нахуй, чмошник, блядь. И так я с удовольствием, блядь, будешь с говном вместе с перемешанным, в котором ты живешь, блядь, и не вылазишь оттуда. Тебе нравится в говне, в тепле, блядь, вот и сиди, блядь, вечно, нахуй, в говне, в твоей карьере пизда, блядь, и ты это знаешь. Нехуй было себе портить карму, пидор. Ну, блядь, чё заткнулось, блядь, сучка-то, ёпты, отраханная во все дыры, блядь. Прочитала и всё, нахуй, и засела в своём говне. Вот и сиди там, блядь, и помалкивай, еблан, блядь. Тупая сука, блядь, тупой хомяк, блядь, хопичина ебаная, блядь. Ещё раз, блядь, сука, увижу, нахуй, тебе пизда, блядь. Ну, я знаешь же, я же, блядь, добрый, нахуй. Я чисто онлайн тебя буду разъёбывать, потому что ты ж меня, блядь, за километр, блядь, обходишь, ёпты. Ссышь, блядь, потому что ты настоящее ссыкло, блядь. Ты даже мне, блядь, ответить нихуя не можешь. Почему? Потому что ты слаб, блядь. Ты слаб, блядь, нахуй, ты на уровне силы, блядь, запечного таракана, нахуй. Наслаждайся своей тараканей и жизнью, блядь. Гнида, нахуй. Тебе, блядь, вот, Денис Гусев, тебе, блядь, пара, ёпты. У вас там... Ну, блядь, где твой ответ-то, ёпты, аромка, нахуй. Пососи-ка ещё мой хуй заодно, заглотни-ка, нахуй. Я тебя спущу, ёпты, и ты проглотишь, ёпты. Сука, нахуй. А хули я на тебя вообще время трачу? Идёшь только нахуй, блядь, запечный таракан, ёпты. Пикает, блядь. Ну, пикай, блядь, сука, блядь. Я понимаю, что человеку нужна была помощь. А через какое-то время он помог, судя по всему, кто-то помог. Через какое-то время я у него в Инстаграм вижу, что он ушёл в какую-то там религию, веру или что-то. И мне кажется, в конце концов, он, правда, где-то сейчас лечится, проходит реабилитацию для людей, у которых кукухан под наркотой слетел. Ну, дай бог ему здоровья. А по поводу ситуации, да, я вспомнил, что он там Рому оскорблял. Очень забавно, на самом деле, это делал. То есть там, да, это были прямо оскорбления, очень некорректные. Но они были смешные, прям так, ну, как-то очень... Ситуация-то какая была. Игорь собирал, Игорь всем людям писал, предлагал собрать деньги на лечение ребёнка. И в том числе тоже писал, если честно, тоже мне писал. А я думаю, ну, и с Игорем знакомы. Хотя не общались никогда в жизни, но почему-то он в определенный момент начал со мной общаться. После нашей встречи в Москве на шоу, это, NBC. Вот. И я думаю, ну, а я, знаете, не очень людям доверяю. И он мне посылал ссылку, скинь сюда бабок, нужно прям вообще. Сейчас спасём ребёнка, я скинул кучу денег. Я его вчера вообще вытащил из реанимации. Во-первых, я моя мысль, блин, молодец. И я на этот аккаунт, который мне прислал, пишу, здравствуйте, а вы не могли бы... А я вижу, он такой левый, кривой. А бывает, знаете, делают люди зеркала, блокируются. А вы не могли бы скинуть ваш официальный аккаунт основной, потому что это видно, кривой, и документы. Мне приходит опять голосовое сообщение. Спасибо вам за помощь, это нам так важно. Я такой, странный, я вообще другое написал. Пишу опять сообщение. Я говорю, аккаунт мне скиньте основной, пожалуйста. А мне приходит опять это же самое сообщение, тем же голосом. Я потом отправляю помидорку, смайлик. А мне опять приходит то же самое голосовое. Я думаю, разводят. Но, видите, я не подумал ничего плохого про Игоря. Я подумал, может, Игоря развели. Ты же подстерлась в голове то, что он мне написал, что я уже помог, и так далее. И я просто честно скажу, по секрету, забил. То есть я понял, что это разводят. Думаю, меня разводить не будут. Игорь не стал отвечать. Как-то у меня это прошло. А потом я увидел, да, у Ромы. Я увидел у Ромы в сториз, репостах другого человека, и что человек... От врача. От врача настоящего. От врача, да, что на самом деле это фейковая страница. Туда нельзя там ни в коем случае пересылать деньги. На что Игорь там, ну, как я сделал репост к себе в сторизе, просто написал так, что когда же ему... Ну, потому что постоянно ходят слухи, что Игорь кого-то кинул, кому-то там что-то не отдал. Ну, это все постоянно, этот шлейф за ним. Я к нему как человеку и как к тренеру, когда он был в команде, отношусь очень хорошо. Но ввиду последних событий, что он вот так вот все это постоянно за ним, этот шлейф кидалого какого-то, разводилого тянется, я ему писал, да когда же ему кто-нибудь там прострелит уже колени? Почему не нашелся такой человек, блин, ну, который реально что-то он кому-то сделал. И все, и его бомбануло, и он записал мне эти голосовые, что я там запеченный таракан и так далее. Ну, посмешно, на самом деле. А я просто от него эти голосовые посыпались просто, ну, так вот, одно за одним. Я просто понимаю, что эту штуку нужно записать, потому что он обязательно их удалит, что потом впоследствии произошло. Я просто записываю, включая эти все голосовые, и по факту даже слово вставить не успел, как он меня просто заблокировал. Ну, это было очень забавно. Это было, правда, забавно, и даже дать как-то по-доброму. Ну, если честно. Ну, типа, да, запеченный таракан. Ну, много-то, пожалуй, надо темно. Я посмеялся, удивился, посмеялся, вот. Кстати, Игорь меня недорожде не приглашал к своему. А я ему, кстати, купил подарок, не смог попасть, не было у меня возможности, но подарок для Игоря лежит. Вот, кстати. Я даже знаю, какой. Вот, да. Он очень тоже забавный, на мой взгляд. Так что, Игорек, если ты будешь смотреть, свидимся, заранее предупреди, твой подарок, он подготовлен. Я думаю, ты оценишь. Когда выпустим текст. Ладно. Я опять буду прямо быстро, сразу на три. Салам не растут ноги, что лучше многоповторка или силовая. Вот смотри, сейчас твои ноги не растут, ты, видимо, что-то делаешь. Делай по-другому. Вот. Рекомендация. Если сейчас не работает, делай по-другому, будет работать. Если не будет это помогать, опять делай по-другому. Еще кушай, отдыхай и делай время восстановления. Какой оптимальный обеих тренировок, с учетом, что присутствует ААС? Не понимаю слова обеих, зачем здесь? Объем, наверное. Объем тренировок. Оптимальный объем тренировок соответствует вашим целям, задачам, опыту, стажу, возможностям, питанию, восстановлению, непосредственно курсу. Вот так. Поэтому вам нужен профессиональный тренер, который вам это все прокомментирует. Либо нужен определенный опыт, стаж, знания, чтобы вы могли самостоятельно решить этот вопрос. Я, к сожалению, как Кашпировский, вас через экран не могу считать, понять, зачем вы вообще тренируетесь. Может, вы пару лет занимаетесь, у вас есть особенности тела, и вам нужно по системе heavy duty раз в две недели заниматься. А может быть, вы культурист уровня профессионалов Роман Халиулина тренируетесь по сплиту, три дня подряд, две тренировки в день и один день отдыха. Вот. Понимаете, в чем дело? Бывают разные цели и задачи, и возможности. И это тоже был эксперимент, поймите, и то, что он сработал. Сверхидеально, да, повезло, я мог ошибиться. У меня как-то вот такое, по наитию это пришло. По наитию это хотел сказать. И Роман сказал, типа, окей, проходит время, он говорит, окей, и мы двигаемся, используя эту методологию. Тоже с периодизацией. Но это уже не туда понесло меня. И как часто тренировать группу в недельном цикле раз или два? Раз или два? Раз или два. Если вы любитель, точно раз. Если у вас есть специализация, то можно два, опять давая себе нормальный, адекватный отдых. И я бы рекомендовал научиться строить программы и отвязывать себя от слова «недельный цикл». Привязываясь к семи дням в неделю, зачастую ваши программы и тренировки превращаются в шляпу. Роман? Ну, если вы любитель, вы можете тренироваться в понедельник, среда, пятница, как это делают все, как комбинировать большую мышечную группу с маленьким. И обязательно на грудь в понедельник, чтобы физкометики брезали. Ну, все по классике. Ну, действительно, это так и есть просто. Как посоветуешь убирать волосы перед соревнованиями? Очень актуальный на самом деле вопрос. Я не советую брить тело именно станочком. И не советую использовать триммеры в виде OneBlade и вот так далее. Те, которые соприкасаются с вашей кожей. Потому что потом идет очень сильное раздражение. А если вы побрететесь в день старта, еще и грим закупорит ваши поры. И потом будет просто мега раздражение. Мы пользуемся триммером, который... Тренером, блядь, мы пользуемся. Мы пользуемся тренером и триммером, который он возит с собой. Они сбривают волоски практически под ноль, но они не раздражают кожу. В ноль. В ноль. Барнетно. Но они вот именно по коже не делают вот это вот как... Там, ребят, два лезвия. Они специально кайфовые, не режут кожу, не травмируют. Срезают весь волос, остаются степеньки. Между лезвиями еще такая сетка. И за сеткой их такие штуковины. И вот эти штуковины, они когда волоски через... Они вообще-то похожи на шейвер, знаете, как у барберов профессиональных. Только для тела. Бодигрумер, короче, супер штуковина. Ну, триммером, в общем. Не, не брейте. Не раздражайте кожу. Это очень... Давай еще что-то разводим. Здравствуйте. Плечи тренируете в основном выше 12 повторений в супер серии. Плечи я тренирую очень давно, уже достаточно давно, в отдельный день. Плечи. Как я еще до сотрудничества с Русланом, мы начали с ним сотрудничать, я делился своими, так скажем, тренировками на дельтовидные, что я использую многоповторный режим, что я использую объемный тренинг. У меня тренировка дельтовидных выходила всегда час-полтора. Это по три-по четыре, иногда было даже по пять упражнений на каждую дельтовидную. Ну, то есть, на переднюю дельтовидную я ничего акцентированного не делаю. Вот одно-два жимовых упражнения, и все правильно, базируется тренировка моя на маховых и тяговых движениях. В супер сериях, в большом количестве повторений от 15 до 30. И когда Руслан сказал, я тоже поддерживаю тебя, и что плечи любят объем тренировочный, мы в этом сошлись. И вы можете посмотреть, как мы дельтовидные просто спрогрессировали за время и сотрудничество с Русланом, потому что план там был видоизменен немножко. Но, тем не менее, это вот мое видение и видение моего тренера тренировки дельтовидных, объемные. Так, а вот, топ-три способа повысить тестостерон. Способ номер один. Экзоген. Тестостерон в колоде. Молодец, язык оснял, молодец. Самый быстрый. Умный, умный, умный. Хороший, в колоде. Да, в колоде, простой способ. Дальше, ну, видите, причина низкого тестостерона может быть разной. Стрессы, избыточный жировой ткани. Нехватка цинка в организме. Я думаю, что все-таки, говоря о низком тестостероне, желании поднять его вверх референтов, необходимо понять этимологию низкого тестостерона. Так, конечно, если прямо хотим, ну, просто что-нибудь проверить, в сайт для Теклаб.ру, прямо препарат называется Тестолибидобустер. Придумал название не я, а мой партнер. Иногда я киваю головой, и ну, хер с вами. Чтобы все было предельно просто и понятно. Я назвал его Тестоджек. Как, например, называется у компании САН, людям привычно и видят, покупают. Как продукты суставов, назвал Эллистиджойн. Не обидится Лилабрадо, отличные продажи. Хоккеисты, баскетболисты все знают, Эллистиджойн. Также препараты на основе содержания цинка добавятся. Если цинк низкий. А если цинк высокий, то и нахер вам не нужен, только выводится будет. Опять же, это нужно, необходимо сдать анализ. И трибулус работает. То есть, просто хочется что-то для теста попить, трибулус купите. Сейчас мы говорим про вот эти препараты и БАДы, да, на основе растительных вещей. Только для тех, кто занимается натурально. Для тех, кто использует экзогенный тестостерон, эти вещи будут абсолютно, ну, грубо говоря, не нужны. Во время курса не нужны? Во время курса, на пакетензин. То есть, когда вы, опять же, убираете полностью экзогенный тестостерон, у вас нет его в крови, они помогают вам эти добавки восстанавливаться. Ну, есть еще такая добавка, как каламид и так далее, но это все нужно, да, это гормоналка. Но в любом случае нужна консультация с врачами. Тут мы такие вещи рекомендовали, к сожалению, не будем, и схемы объяснять тоже. Не верю в существование врачей, кроме парочки человек, которые знают вообще, как восстановить другу человека после применения астеронии. Ну, к примеру, может у них цель не восстановить, а наоборот поднять уровень тестостерона, сходя на достаточно высокий уровень поддержкой именно каламиды. Но вы должны понимать, что каламид это такой же экзогенный препарат, при отмене которого ваш уровень тестостерона опять упадет. Поэтому это странно, я видел такие, я видел буквально недавно мне один друг, который полностью натурал, скинул рекомендации, которые ему дали за низкого тестостерона. Там были гормональные препараты, мультивитамины, еще какая-то ерунда, сейчас не вспомню, если честно, я так посмотрел бы, что за хуйня, откровенно. Дай анализы свои. У человека дефицитный индекс омега-3 жирных кислот в два раза нижней нижней границы, то есть полная нехватка омега-3, низкий холестерин, нехватка жиров, из жиров строятся ваши гормоны. Кстати, вот тоже, что тестостерон низкий, может жиров не доедаете, холестерина в частности. И у него дефицитное состояние в три раза ниже нижней границы нормы, витамин D. Я говорю, дружище, ну вот эти вот вещи, скорее всего, сильнее влияют на твой тестостерон, и каламидом, и хоть чем-то-то опейся, но есть явные проблемы, которые нужно было решать. В целом не проходит состояние здоровья у человека, но вот прям дефицитное состояние омега-3 и витамина D однозначно могли пагубно сказываться на его интустрону. Ну так же стресс, эстрадиол, пролактин, гормоны, которые, если они у вас завышены, они в любом случае снижают уровень вашего естественного вырабатывая МОГО в вашем организме тестостерона. Ну, как-то так. Но опять же, все нужно сначала сдать анализы, и уже потом делать какие-то выводы и назначения, потому что нужно понимать, почему у вас низкий уровень тестостерона. И все, это всегда. И это все профессиональные спортсмены и тренера всегда, в первую очередь, когда к ним кто-то обращается с какой-то проблемой, обязательно назначают... Нихуя! Пиздит! Ну, нет, профессиональные, да, но в основном тренера и спортсмены... В основном тренера даются... Я же вижу, мне же скидывают то, что рекомендуют многие, да? Ну, я... Скидывают готовые протоколы... Хорошо, я говорю про себя. Я не могу назначить что-то человеку и понять, что он даже мне говорит, у меня там плохое, к примеру, самочувствие и так далее. Может мне выпить Достинекс? Я говорю, нет, сначала сдается анализа, нужно понять, почему у тебя плохое самочувствие, и после этого уже пить какие-то таблетки. А не так, что вы вдруг наите им почувствовали, что это у вас там пролактин повысился, да? То есть, ну, ребята очень профессиональные могут, конечно, это как-то еще почувствовать, но вы вряд ли. Поэтому анализы сначала, а потом все остальное. Да. Сколько можно кушать протеиновых батончиков на сушке? В общем... Может цифру сразу и поехали дальше. Да. Ну, например, пять. Но вы должны понимать, что... Что только Генетик Лаб, но, к примеру, почему? Потому что состав заявленного вещества в батончике Генетик Лаб, он строго соответствует тому, что написано на упаковке. Вот. Там нету сахара, там есть клетчатка и хороший белочек, да, грубо говоря. Пусть это батончики, может быть, не такого уровня, как какой-нибудь другой батончик, содержащий сахар любой другой фирмы, который очень вкусный, и вы говорите, о, там, этот батончик, он без сахара. А думаете, что он без сахара, он на самом деле сахар. По имени сахар можно замаскировать. Слово сахар можно заменить из слова декстроза. Это то же самое, единственное, что это, грубо говоря, ну, фраза правильная, технический сахар. Но он не какой-то технический, там, для машин. Он просто так называется, да, но человек, который не разбирается, прочитает, что слово сахара не найдет. Вот, допустим, слово декстроза. Вот. Есть полидекстроза, вот это уже как пищевые волокна идет. А так да. На самом деле, очень много недобросовестных производителей, которые вы думаете, на самом деле, что вы без сахара. Но, по сути, от одного батончика ничего страшного не случится. Вписанного в ваш мак, как в общем и целом. Да, ваше самое, в общем и целом. Поэтому, если это некачественные батончики, один. А если качественные, можно пять. Вписанные в ваш мак. Скорее всего, пять батончиков для многих ребят перекроют половину потребления белка необходимого. Скорее всего, превысят норму по пищевым волокнам. Поэтому есть вероятность, что вы покакаете хорошо, эффективно и чистенько. Вот. Ну, да, по реакции организма. Да, от батончиков может быть такая реакция. Потому что пять штук, как бы, ну, это много. И подряд особенно. В течение дня еще ок. Прям подряд много. Водой нужно запивать обильно, опять же, кищевые волокна. Чтобы эта вся проходимость была хорошая. Батончики рекомендуется запивать водичкой. Ну, коротко, значит коротко. Раскрой тему применения инсулина ББ. Инсулин является самым сильным анаболическим гормоном в вашем организме. Является транспортным гормоном, который усиливает, увеличивает усвоение веществ. Потому что раскрывает мембрану. Вот. Применяться может в очень разных случаях. Главное, не делайте его много, потому что можете впасть в ком и умереть. Больше полученных эффектов особо-то и нет. Ну, существует еще мнение о том, что при использовании экзогенного инсулина твоя собственная поджелудочная железа как-то перестает ее вырабатывать. Ну, то есть, не постоянно. Нет. Как я уже говорил ранее, помните про сахарозаменители? Она реагирует и выбрасывает на сладость. Поэтому, в принципе, она именно реагирует на сладость. То есть, вы можете уколоть инсулин, начать кушать. Ранитом, понимаете, что кушать попало на рецепторы и выбросить еще инсулин. Вот. Но, возможно, нужно приобрести диабет на фоне использования экзогенного инсулина. Есть прям очень много, очень постоянно. Много. Вот я думаю, что исследования не проводились на долбоебах. Ну, просто я услышал в дозировке, что некоторые используют по 40-50 единиц инсулина. Во-первых, думаю, что это не так много по факту. Например, если большие приемы пищи. К примеру, если приемы пищи очень частые, тогда будет логично применение инсулина. Почему? Ну, ультракороткий инсулин, у него время действия 2 пика за 1,5 часа. К примеру, смотрите, вы питаетесь 7 раз в день, у вас частые приемы пищи и крупные, вы там большой такой спортсмен на массе. Поймите, инсулин, он как? Он накапливается, он вырабатывается, накапливается. Почему там, я прошу не пить вас сахарозаменители между приемами пищи. Инсулин выбросится и просто потом в крови растворится, а будете потом кушать через полчасика, а инсулин-то нет свободного. И еда хуже усвоится. Вот. То есть, вы пропустите вот этот момент необходимый для снижения сахара. И у вас получится сахар очень высокий. Очень высокий уровень сахара вызовет необходимость выброса в кровь гормона. Название которого я забыл. Напишите в комментариях, это будет здорово, интересно. Что он делает, объясню. Сахар, когда у вас выше нормы, за шестерку, за 6,5 прям, уходит. Специальный гормон заходит в кровь и говорит, «Так, тут какой-то пиздец, нужно убрать сахар из крови». Есть одно место, куда можно быстренько убрать сахар, безопасно. Шир. Этот гормон убирает весь сахар экстренно в жир. Если не справился, инсулин с сахаром. Поэтому, опять же, поправить уровень сахара можно инсулин. Грубо говоря, можно использовать, к примеру, если я ошибаюсь, Руслан меня поправит, ну, допустим, на 100, ну, одна единичка инсулина, это 10 граммов углеводов усвоенных он помогает усваивать. К примеру, на 100 граммов углеводов, которые вы употребляете, вы можете использовать, к примеру, 5-6 единичек инсулина ультракороткого, чтобы у вас, ваше поджелудочное тоже работало и усваивало те оставшиеся углеводы, которые не забирают экзогенный инсулин, именно посредством собственного выработки. Ну, как-то так, наверное, схема. В общем, не используйте, грубо говоря, 100 углеводов на 10 единиц. Поставьте меньшую инсулину. Вот так. Сейчас это вот тебе. Это я отвечал на это. Да? Сейчас, сейчас, сейчас. Я, а не ты отвечал на это. Бикини без фарма утопия или реаль? Ваш личный взгляд. Спрашивает девочка. Девочка, зовут ее Яна. Я уже, на самом деле, в столе соответствовал на этот вопрос, но так как мы для вас отвечаем, я считаю, что, чтобы выступать на высоком уровне бикини, и эта девочка использует фармакологию, я считаю, это утопия. Мое личное мнение, мое личное мнение, выскажу, ниоткуда там, никому я не присосался, так скажем, к этому мнению, что бикини, это в первую очередь, так как весь бодибилдинг, еще, грубо говоря, это вопрос генетики. Не пахота, а вопрос генетики. Девочка должна родиться бикинисткой, грубо говоря. Потом пахать. А уже, ну, потом пахать, да, и они становятся чемпионками, безусловно, там, тренировки и так далее. Но девочка, которая генетически неодаренная для этой категории, вот вообще, пытается забраться на олимп, да, на какие-то, на пьедестал, используя фармакологию, в конце концов, это, на мой взгляд, очень недальновидный взгляд. Пока они молоденькие, они, может быть, не думают еще на будущее, думают, что после отмены там препаратов они восстановятся и так далее. Но изменения в ваш организм могут быть необратимыми. И когда вы захочете захотите иметь детей, захотите иметь детей, а после вашей блестящей карьеры чемпионка Мухосранска и чемпионка Мухосранска в квадрате, вы не сможете этого сделать, ввиду того, что у вас были кардинальные гормональные изменения в вашей гормональной системе, это будет очень печально. Те девочки, которые уже имеют там двух-трех детей, они не планируют больше беременеть, они, ну, используют фармакологию, выступают, пожалуйста, но я считаю, если вы генетически неодаренные для этой категории, то использование фармакологии, ну, это прям вот края крайние. Я не беру в расчет пептидные какие-то моменты, пептиды, гормон роста, самотропин, все бикинистки поголовно практически его используют, все, вот все, практически кто топ в России, вот стопудово используют все. Вот, прям вот зуб даю. Знаете, по девушкам я скажу, во-первых, у меня есть титулованный спортсмен, кого я готовил, и ни одна из спортсменок бикини, их не было очень большого количества, но ни одна никогда не применяла фармакологию. Так, чтобы вы понимали уровень, да, это уровень профессиональная, профессиональная, Олимпия в Москве до разделения федерации, моя спортсменка стала второй, с американками со всеми, то есть там еще один балл, и все, и квалификация на Олимпию была бы. Это спортсменка, чемпионка России, это девушка, занимающая там пару топовых мест на крупных регионах, и никто не применял некрасстероиды. Я считаю, что стероиды применяться не должны. Также, по той информации, которую у меня есть, от ряда спортсменов, что топовых, что они не употребляют фармакологию, другая часть употребляют. Скажу, наверное, так, это ваше решение, ваше здоровье, про здоровье Романского все верно, но мое мнение, что пластиковый кубок в бикини вам ничего не даст, прям вообще ничего не даст. Ни медийность, ни популярность, вообще ни черта. Ваша харизма важнее, и куча спортсменов, давайте так, чемпионов России, их море по бодибилдингу. Абсолютно бомжеватые товарищи в обосновных квартирах живут, ругаются на жизнь, ругаются на бикинисток, потому что бикинистки живут часто получше, которые даже там топ-15 не входят, в Мухастранские, про которые сказал Роман. Ну вот, и... забыл, к чему я это говорил, с ушкой сказывается. Чего я говорил-то? Про фармакологию, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. В общем, не стоит употреблять фарму ради победы в бикини, 100% генетика невероятно важна. Скажу, что Пашу девчонки в бикини, я считаю, очень серьезно, не во всех женский номинациях, в бикини в частности. Считаю, что в бикини победа это очень высокое достижение, потому что там сумасшедшая конкуренция. Сумасшедшая конкуренция, то есть 50 человек стоит, но это как бы реально жестко. Считаю, что в женском бодибилдинге победить гораздо проще. Для этого нужно быть просто пизданутой бабой, обкалываться стероидами в кал, быть с такой сразу. В 99% стать просто уродливым созданием, и тогда в 99%. Прошу так, что там кому-то не обижаться, если что. Я 1% оставил. И то есть там конкуренции нет, таких болбанутых очень мало. И на здоровье выступайте. Я говорю про экстремальные варианты. В общем, девочки, стероиды не применяйте. Очень многие тренера их прям схода прописывают, некоторые даже отказываются брать без применения. Женских стероидов. Кстати, женских стероидов нет. Аксандролон, прима, может, действительно, такое слово, девочки. Это не женские стероиды. От них у вас будут реально, поверьте, очень красивые, густые, такие прям пышные. Усы. Да, да. Понимаете, в чем дело? Тренера, который рекомендует вам стероиды, например, нахер пошлите, скажите, что он мразь, что он мразот. Или сейчас, ты тренируешься у тренера, и он тебе когда-то порекомендовал экстрементролончика для формы. Сейчас сядь, он пишет, слушай, дружище, ты гандон. А почему? А Халецкий, Руслан, просил передать лично тебе, тренеру, который рекомендует девочке стероиды, что ты гандон. Когда, поясню сейчас немножечко, ремарочку веду, это когда человек сам навязывает эти вещи. Когда девочка приходит, ну не девочка, а женщина, к примеру, да? И девочка тоже. И девочка, да, она приходит к тренеру и говорит, что я хочу стать чемпионкой, готова на это положить там свое здоровье и так далее, я полностью отдаю себе в этом отчет, тогда еще, может быть, но тренер ее должен отговорить. Но если отговорить... Объясните, что это вредно, решай сама. Да, и если вдруг никакие аргументы не сработали, и она полностью отдает себе отчет и берет на себя ответственность за последствия, то, пожалуйста, почему нет? Если для нее грамота и медалька на чемпионате области или чемпионате России важнее, чем ее женское здоровье, цикл и вообще все остальное, пожалуйста, пожалуйста, это ваш личный выбор. Так что, опять, вроде бы я был грубоват, слава богу, что мне плевать. Ну, это по факту, это потому что так и есть. А ходить, облизывать или безить, ну, потому что, блин, а как вот еще людям популярно объяснить, что, блядь, этот тренер, это гондонный долбоеб, если он начинает подсаживать на фарму для того, чтобы, блядь, продать ей, да, эту фарму, ну, грубо говоря, чтобы навариться на ней. Ну, да, и результатов на пару сезонов. Потом, они все не знают, что делать и так далее. Руслану пишут, что делать. Да, есть недалекие девочки, которые просто, а, ну, давайте. А есть девочки, которые понимают последствия всего этого. Если вы одна из тех, кто понимаете эти последствия, то, ну, я вас поздравляю. Пожалуйста, жрите аксандролом, который, кстати, очень тяжело оригинально найти в России. Вот у меня это очень супер. Я опять могу быстро. Удачи, Руслан, здоровья. Благодарю. Так, подскажите, пожалуйста, как убрать бока и низ живота? Спасибо, вы крутые. Просто, быстро, операбельно, сложно, долго, жир локально практически не исчезает. Есть некоторые варианты, да, местные уколы гормона роста вызывают локальное жиросжигание. Минимальные, но вызывают. Опять же, были случаи, мне передавали, что некоторые специалисты говорили, что это не так. Так скажем, в ответ на мое утверждение, так вот, они тоже, они прям глупенькие. Я объясню, почему. Есть такая штука, называется фармакопея. Это описание лекарственного препарата. Структура, назначение, групповая принадлежность, эффект. Там написано. Ни в коем случае в одно и то же место не ставьте гормон роста, в лечебных целях даже, потому что он вызовет у вас липоатрофию. Они, может быть, пытались прочесть, слово не поняли. Это означает, что жировая ткань там исчезнет. Да, исчезнет. И там прям, и есть прям ребята, с кем я общался, говорят, они такого не знали, никто не сказал. Значит, колол человек одно и то же место гормона. Долго, 4 месяца. И одновременно сушился. И в какой-то момент понял, как-то такая преболожбинка образовалась. Ну, либо так, либо реально с правой стороны подходит к жировой клетчатке становится меньше. потом фосфорепит... Забыл название. Типа липостабила. Загуглите липостабил. Немецкий был препарат. Вы его все равно не найдете оригинальный. Его даже в продаже нет. Поэтому, если вы видите, где продается, неправда, но вот весь вещество действующее тоже вызывает небольшое местное жиросжигание. А так, в целом, просто садимся на правильное питание, дефицит калорий, тренируемся, и постепенно исчезают бока, низ живота, и все, что вы хотите убрать лишнего из жировых отложений. Плюсом, если у вас самое толстое место в теле бока, это то место, которое уйдет самым последним. Потому что, кажется, что есть свои основные жировые депо, по гидноидному либо по андроидному типу. В общем, вот так. И, о, это наш собадит тоже чувак, видимо. Сколько времени можно оставить ГРС? Наверное, да. Рома ответил, я что-то не хочу, потому что, на стороне, некрасиво, считаю, некрасиво писать «Работает ли ГРС без дополнительных анаболических стероидов?» Да. Соло, ГР, рабочая тема. Но вы должны понимать, что, исходя из некоторых моментов, грубо говоря, вы хотите подсушиться, используя гормон роста. Если вы, кроме этого, ничего больше не делаете, не соблюдаете диету, тренировочный план, повышенную активность, дефицит калорий, то сам гормон роста не будет сжигать у вас жир по щучьему велению. Вы сидите, жрёте в варенике там с беконом, с салом, ну, грубо говоря, запиваете это всё баночкой пива по пятницам, да, с понедельника начинаете опять ставить самотропин и думаете, что у вас всё сожжётся. Нет, соло вот так, в такой манере, он не работает. Но если вы всё чётко делаете, соблюдаете и свой тренировочный режим, режим питания в дефиците калорий находится и так далее, он будет вам помогать и восстанавливаться, и сжигать подкожно-жировые отложения. Но опять же, это всё не будет на глазах, на это всё нужно время. Но он всему этому способствует, у него есть эти свойства все. Просто вы очень вот так вот критично обычно мыслите, я начну ставить гормон роста и буду худеть, и ничего для этого делать не буду. Спросите у Руслана, что в офисе генетик делала пачка протеина PrimeCraft? А ещё там стояла пачка протеина Big и пачка протеина забыл какого. Я на самом деле в сторис ответил на этот вопрос. Руслана, я помню, просмотрела, вот правильный или неправильный. Ребята, протеины заказаны были для того, чтобы посмотреть их вкусовые характеристики. И на основе аналитетических данных вообще для себя бы было, чтобы понимание, что идёт в составе у них, оценивши, нравится ли они людям, дать попробовать сотрудникам. То есть там были разные бренды, назвал я, там был PrimeCraft, там был BrandBig, что-то ещё я не помню. PrimeCraft в принципе довольно-таки нейтральный продукт, он невкусный, он невкусный, его просто можно выпить, забыть, для меня, по моим вкусовым ощущениям, очень нейтральный. Саму компанию я, так скажем, знаю и считаю, что он, думаю, пока всё должен быть неплохим. Скорее всего, не будут ни за кого утверждать, поймите, то есть BMW тоже, по-моему, хорошая, большая компания, но, блядь, бывает такое говно выпускает это дело, точнее, техническое, или ломкость, и так далее. Не суть, в общем, мне не понравилось. Попробовал Big, вот тут, как бы, я даже не смог проглотить, я это обратно в шейкер сплюнул, отдал костяну, партнеру моему, ну, не стал говорить, что сплюнул, вот, он тоже допивать не стал, шутка, нет, допивать не стал, правда, отдельную порцию он нанял. Вот, кстати, третий протеин забыл, какой, был тоже весьма нейтральный, вполне адекватный, то есть, можно пить, да, то есть, не испытал вкусового, у кого-то, прям, наслаждения, но можно пить, опять же, мы индивидуальный пищник, а так, да, мы прям, приобретаем, заказываем продукцию, других компаний, пробуем, сдаем анализы, кстати, да, я не выкладываю, объясню, почему, и так меня очень не любят, то есть, мы весь рынок, прям, выебали, то есть, ну, прям, конкретно, лояльность аудитории, качество нашей продукции, уровень нашего предприятия, объемы наши производственные, стмщики, да, мы же не только свой бренд выпускаем, еще про это 100 брендов приходят к нам, чтобы мы их делали, больше уже 100 брендов, выпускаться на нашу площадку, продукт, пару продуктов, или всю свою линейку, это, это очень крутые люди, я считаю, которые, прям, дорожат своим продуктом и клиентам, потому что, не мы одни такие услуги предлагаем, и мы ведь далеко не самая дешевая площадка, но, если человек пришел делаться к нам, он реально делает максимально качественный, крутой продукт, где то, что заявлено, что написано, находится внутри, мало того, это еще и выпущено в максимально безопасных условиях, ну, представьте себе, что человеку, чтобы попасть на производство, нужно переодеться трижды, прийти с улицы, раздеться, зайти в раздевалку, переодеться в серый костюм, в сером костюме дойти до сам пропускника, в сам пропускнике первым расснять всю одежду, короче, где он моет руки, обрабатывает это средством, после переходит в следующую комнату, там одевает уже чистый рабочий костюм, необходимый по хаспу, после попадает на производственную площадку, также на производственной площадке находятся порядка 60 ультрафиолетовых лап, а также аппараты дезар, которые прогоняют воздух, в общем, когда вы кушаете эти бренды, или ездить, кушаете их капсулы, вы можете понимать, что они выпущены в максимально безопасных, качественных условиях для вас, конечно, это стоит денег, потому что площадь, которая занимает эти клапсы, на 4000 квадратных метров, это очень высокие, к примеру, энергопотребления, на машины, на вентиляцию, на сушение воздуха, на воздухоотведение, в общем, вы платите за свое здоровье, поэтому есть смысл приобретать ту продукцию, которая выпускается на наших мощностях, да, конечно, мне отдельно приятно, если вы выберете генетик лап, который выпускается на наших мощностях, потому что все продукты отличаются, люди сами выбирают белок, реально клиент приходит, кто-то хочет орлу, вот у меня Денис Кьюцин, Siberian Power Show, он запустил свой бренд, Siberian Power Supplement, и он сказал, я хочу делать протеин, как Optimum Nutrition, Gold Standard, мы такие, ну, по БЖУ, нет, мне нужен белок Optimum Nutrition, может, знаете, это концент гламбия, белок гламбия, так и называется, в России нету, хочу, ну, мы же крутые, мы ему привезли, так, белок, из него будет, то есть, реально, если вы придете, там, потом к нему в магазин, и увидите, вот, банка Gold Standard, типа, там, 7 тысяч рублей, и российская банка, его протеина, там, 5 тысяч рублей, а генетик, тот же вес, 4 тысячи, это не потому, что Денис охуел, нет, просто он купил, реально, белок Optimum Nutrition, если он вам говорит, что, ребята, вот, Optimum Nutrition, в этой банке, и у меня, это, один и тот же белок, скажу честно, откровенно, те вкусовые характеристики, которые мы смогли сделать, для Дениса, на тот же состав белковый, гораздо лучше, прям, где Optimum по вкусу, и где то, что мы делаем для Дэна, разница, просто колоссальная, то, что будет у Дэна, будет очень вкусно, я честно, я бы вкус Сниггерс, который мы сделали, даже спиздил бы, для генетика, ну, прям, пушка вышла, ну, вообще, как, суперудачно, легло, может быть, легло, именно на этот белок, потому что белки отличаются, французский армор, солноватый, Швейцария весьма нейтральная, но очень много съедает ароматики, например, та же самая, Арла, чуть жирновато по вкусу, ну, есть своя специфика, определенная, под каждое сырье, под каждого клиента, опять же, приходит, хозяин с этим магазином, хочет протеин свой, и ему нужен густой, прям, густой, как у Америки, чтобы, если взбивать в блендере, чтобы потом втыкаешь ложку, она стоит, это требование клиента, мы такое делаем, я бы такое не купил, мне нужен протеин максимально жидкий, я пью его много, за раз в три порции размешиваю, какой густой протеин, я его не выпью, у меня залетел, и пошел дальше, вот, поэтому вот так вот, ну, казиночек достаточно густой, да, ну, он так и есть, для того, что делает другая продукция, вы не были во второй части офиса, который занимается СТМами, собственными торговыми марками, там вообще куча чужой продукции, кто-то привозит, кто-то присылает, поймите, опять же, кстати, не помню какая сеть, прислали протеин, Уильям Бонн, в каком он контракте, USM, USM, хотим такой шоколадный протеин, технолог садится, делает, 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 мы эту банку, присланную, размешиваем, пьем, пьем то, что сделали мы, сравниваем, приходим к какому-то варианту, что, походу, сделали, да, такой вкус, отправляем 10 пробников клиенту, он пьет, говорит, все херня, давай по новой, мы такие, ладно, опять делаем, и он говорит, кайф, хочу, нравится, получился, вот это его любимый протеин, вот ему хочется, кому-то хочется капсулу розовую, и потом, изъебнись, объясни ему, что белые капсулы, у нас на складе есть, мы тебе сделаем завтра хоть тысячу банок, с твоими капсулами, белыми, а если тебе нужны розовые, то друг мой, будь любезен, выкупи сейчас предприятие, мы у себя похороним, но миллион розовых капсул, а может и больше, надо будет минимальный лот, потому что их нету в стоке у нас, например, ну, то есть, хотелки тоже, они деньгами ограничиваются, долгий получился ответ, в общем, чужая продукция, чтобы ее пробовать, логично, правда? Ну, вы должны понимать, если вы собственник такого большого производства, вы должны мониторить рынок постоянно, вы не можете думать, каждый день вставать на протяжении нескольких лет, и что, я лучший, я лучший, и даже понятия не имея, я прикол вспомнил, кликал Wildberries, какой-то бренд странный мне показали, очень дешевый, нажимаем на него, а там сыворотка, сыворотка, в которой на 100 грамм сыворотки, 0 грамма жиров указано, прямо на этикетке. Вы же понимаете, что такого быть не может? Минимум 8-9, ну, так, чтобы вы понимали, вы именно в этом сырье, на 100 грамм, а там, а там, а там 0 написан, так 0 написан в протеине, а поймите, в протеин часто добавляем, например, лецитин, да, чтобы он был эмульгатором, он снижает количество пены, это и полезно, и пену снижает, и вкус улучшается, кстати, ну, и лецитин, там, может быть, процентик 2, то есть, опять же, жиры, процентик, чтобы вы понимали, даже в гидролизате, сывороточного белка, не может быть 0 углеводов, у американцев, почему так пишется, жирок, очень просто, потому что у американцев, есть по ФИДЕ, по их нормам, право округлять в меньшую сторону, если сделать порцию протеина, по бумагам, например, 19 грамм, и там получится 0,9 грамм жиров на порцию, в пересчете, они имеют право писать 0, мы так не имеем право в России, они могут писать, поэтому нету американцев протеинов с нулем, это просто такое округление в меньшую сторону, допускаемое их Федеральным департаментом пищевой промышленности. Интересует синяя форма, будет ли она в продаже? Да, она будет в продаже, сделан аккаунт, посвященный одежде, полистайте мой аккаунт в Инстаграме, ссылочка в описании просто будет, а, и ссылочка в описании будет, прикреплена просто в комментариях, там, касающиеся одежды, потом добавим все это на сайт, в общем, разберемся, в сентябре уже можно будет много чего интересного купить. А в том числе, и на вот этот вот черненький костюмчик, череп, да, с черепом. Привет, основные витамины 3,5 для прогресса и формы. Ребят, да нету витаминов для прогресса и формы, причем 3,5, B1, B2, B6, B12, ну, вот он очень важные 4 витамина назвал, и витамин Е нужен, антиоксидант хороший, ну, какие витамины для прогресса и формы, они все нужны, все должно быть в балансе, все необходимо, даже добавки не назову вам топ-5, потому что для меня топ-5, один, я бодибилдом занимаюсь, и у меня там какие-то свои особенности организма, может, вы занимаетесь другим спортом, тут очень более нужно тонко подходить, вот, поэтому, к сожалению, простите, я тут не стебусь, но не могу ответить на очень неконкретный вопрос, тем более, мне слово витамины названы, витамины, ну, как бы, блин, А, Е, Б, К, витамин, Д, ну, куча же, да, куча всяких, витаминов абсолютно, тут мимо, тут я не могу конкретно ответить, буду неправ, назав любые 5 витаминов, как самые важные, я буду неправ, потому что все зависит от вас, у него дефицит натрия всегда, у меня дефицит магния всегда, какой минерал важнее? соль мы опять купили, сука, не соленая, я ее высаливаю, капец, но она все равно мне не соленая, вот, так, так, это спросил, какую связку анаболических препаратов ты используешь на массоноборь? Сказать конкретно, какую вам связку, вам это, в принципе, собственно, ничего не даст, у вас есть определенная, своя, абсолютно уникальная генетика, и организм, который на каждый препарат будет давать свой отклик, по-разному будет работать, то есть, есть люди, которые не могут там использовать препараты там с повышенной прогестероновой активностью, да, есть люди, которые наоборот, вот, гемотопилизм, шкале, вот, гемотопилизм шкале, то есть, и так далее, а кто-то считает, допустим, болденон, да, это лучший вообще там анаболические препараты, ставят его в дозировке там полтора грамма, грамм 250, ну, к примеру, да, вот, на 50, на 500 тассоцеронов, конкретно моя связка и комбинация препаратов, она постоянно, даже на массонаборе, на правах рекламы, Роман, чемпион мира, простал АФБ, который находится в топе турниров, где выступает, ведет онлайн консультации по тренингу, питанию, БАДам, и в том числе БАДам очень своеобразный для вашего организма, обратившись к нему, вы сможете разработать полноценный, так скажем, план действий, испытаний, препаратов, и прийти обязательно к хорошему результату, почему рекомендую вам Романа, потому что у меня тупо нет времени вами заниматься, и мне очень часто много пишут, я там, может быть, да, прям чудесный, восхитительный, замечательный и волшебный, но времени нет, поэтому ценник у меня тупо заградительный, ну прям вот, есть, естественно, да, есть люди с недостатком, и как бы я бывает отвечаю, стоп, кто денег, они такие, да, окей, поехали, а этот человек, если я сказал, то я должен делать, но это хотя бы как-то снижает, и есть буквально несколько спортсменов, да, сильных, которые ко мне обратились, как какого-то Рома, вот, ну просто они, как бы это, не пошло, не пошло у них, это возможность, в связи с неспособностью правильно управлять этим бизнесом, человек, который был поставлен этим заниматься, но мы с Ромой договорились, что он потом из призовых с Олимпиад даст, поэтому если я хочу получить свои бабки, у меня нет вариантов, я его на Олимпиад отвезу, ну это не шуточки, так шутим, нет, ну, Ромка просто молодец, да, и сейчас понятно, вот Адам Абакаров обратился, и вот с Москвы очень хороший, интересный спортсмен, мальчик, он мне чем-то Ромку вот минает по структуре, там такие колоссальные ноги, не очень сейчас спинка у него хорошая, ну работаем, вот Халавонов его зовут, он в этом сезоне будет выступать, бедняга мне его жалко, здорово, я буду в классик физику сжиматься просто, чувак, держись, но мы сделаем круто, в любом случае, вот, такая, в общем, история, к Ромке идите, он вам подскажет, как правильно, в общем, и здоровье свое сохранить, он это знает, поймите, по крайней мере, постараюсь сделать все максимально. Лучшее, у него свой опыт колоссальный, он со мной, понимаете, работает, у него очень много моих знаний, что могу спросить, да, можно спросить, во-первых, да, кому я никому не откажу никогда, и мало того, даже поймите, когда-то мы туда начали работать, я эту историю вот рассказывал, в общем, коротко, сдаем анализы, АЛТ-100, я такой, Ромка, не волнуйся, все хорошо, не 100, 150, это не так высоко, все нормально, курс, подготовка, там уже не первый месяц, все в порядке, это не критично, пусть тренировки не отменялись, это тоже влияет на АЛТ, ну, чуть-чуть, это важно, да, он такой, в смысле, ты что, напрягаешься, у меня обычно 450 было раньше, на других подготовках. Ну, я заканчивал подготовку, сдавал анализы, а у меня АЛТ-СТ под 500, ну, то есть, вы понимали, это, грубо говоря, когда в 10 раз завышены показатели АЛТ-СТ, это, ну, цирроз печени, блядь, уже по факту, ну, понятное дело, что это ввиду приема анаболических препаратов, особенно оральной формы, да, потом очень, ну, я очень хорошо это все восстанавил, но в итоге, сейчас на подготовке, чтобы вы понимали, если вы все максимально грамотно делаете, у меня мои показатели АЛТ-СТ были на массонаборе в норме, практически, в референтах, ну, то есть, там, в районе 50, грубо говоря, в данный момент 151, вот, тут у меня в телефоне его анализ, это при условии того, что мы на заключительном этапе подготовки добавляем оральных препаратов, это 19.08, ну, кому-то может быть интересно, это, не, у меня после этого показатели уже лучше, ну, я, ну, не суть, ну, лучше были, просто то, что я быстро нашел файлов, он что-то файлами кидает, что-то картинками, поэтому, я их найдешь, файлами проще, потому что картинок очень много, мы все эти смехуечки друг другу присылаем, смешные, веселенькие, фотки бицепсов, в общем, анализы, это очень, это не прихоть, знаете, вот, каждого тренера или каждого там спортсмена хорошего уровня, там, когда он говорит, вам сдайте анализы, ну, потому что без анализов, ну, по-другому никак, тут в этом спорте, это все очень сильно завязано на ваших показателях крови, ваш прогресс, ваше восстановление, все, все абсолютно в бодибилдинге завязано на показателях крови, любое отклонение в ту или иную сторону, сильное отклонение, да, оно напрямую влияет на ваше самочувствие, на форму, на все, на все, поэтому все, все, все делается через анализы, какие упражнения заходят именно вам лучше на квадрицепс, ребят, я сразу скажу, что объем своих ног и объем квадрицепса я сделал приседаниями, чтобы вы понимали, у меня тренировка ног занимала 2-2,5 часа, из которых я час 40 только приседал, я доходил до своего рабочего веса, это было 220-230 килограммов, делал 4-5 рабочих подходов, потом дропсетом, ну, как дропсетом, потом я скидывал где-то до 150 килограммов, каждый ход там по 20 килограммов делал рабочий подход, потом я приседал 150 килограммов на 24 повторения, потом я в сотку уходил, например, 100 килограммов на 54 повторения сразу приседал, то есть присед я обожал просто безумно. Ребят, подождите, я прокомментирую немножко, он не только присед обожал, он ебошил конкретно. Да, да, да. Я думаю, что, ну, у большинства людей, которые будут таким образом ебошить, если у них хватит здоровья, будут отличные ноги, в зависимости от вашей генетики, конечно, глубина, структурированность, там, какие-то елочки, это все от рождения, ребят. Это генетическое. То есть елочка не накачивается, чтобы вы понимали, никак. Становится лучше, с опытом, годами, с сухостью, но вот то, что у Ромы, если у вас этого нет, елочку такую не накачать. Ладно, это точно пока. Здесь вам понравилось, ну, я не знаю. Если понравилось, тоже напишите комментарии. Да, если такого формата ролики будут заходить, мы будем чаще их снимать. Да, потому что, если там мы качаемся, три дня одной тора качаем, по кругу, три дня снимаем, что мы качаемся круговыми тренировками. Мы поели, мы вот потренировались, мы вот поели, мы попозировали. Ты даже ничего не расскажешь. Ну, вот плечо еще дернуто. То самое. Поэтому пишите ваши вопросы в комментарии, темы задавайте. Комментарии в комментарии. Да, все, и не ругайте себя, будьте добрее. Чувствую, как сука падла все. Пишите нормальные комментарии. да. Я уснулся. Почему коротко говорить?